Встать с дивана, выбросить телевизор, сделать за грамм паспорт, начать путешествовать, а главное не терять намерений. Вот несколько правил вольных путешествий. Они кардинально отличаются от спортивного туризма, походов с палаткой или стандартной схемы. Турфирма, оплата, перелёт Таиланд. 3 мая в Забайкальской краевой библиотеке для щитинцев выступил путешественник, писатель и оратор Антон Кротов. Без гидов и переводчиков и стараемся увидеть мир таким, какой он есть по-настоящему. На самом деле, а не как нам его хотят показать пугливые журналисты или продавцы разных путеводителей и буклетов. Антон Кротов преодолел сотни тысяч километров в более чем ста странах мира, а также исколесил всю Россию. Свои многочисленные впечатления и огромный опыт он изложил в нескольких десятках книг. Сейчас бывалый путешественник завершает своё лекционное турне. Я прибыл к вам из Якутска. Я сейчас езжу по России с разными лекциями, выступлениями, мероприятиями. Это уже последнее выступление после 52 предыдущих лекций. Сейчас мы завершаем эту лекционную поездку, едем в Улан-Удэ и там будем месяц жить с друзьями в Улан-Удэ и изучать Бурятию. В двух словах, о чём будет лекция? Лекция будет о том, как самостоятельно научиться путешествовать, как ездить по всему миру, не затрачивая денег больше, чем у вас есть на сегодняшний момент. Также Антон Кротов изобрёл систему «Дом для всех». Проект предназначен для разных категорий путешественников. Жить в таком доме может человек с любыми финансовыми возможностями. Бывали как люди совсем без средств, так и весьма состоятельные. Большинство туристов получает ночлег абсолютно бесплатно. Никакого обязательного для всех денежного взноса не существует. Однако, если есть желание и возможность, не возбраняется сделать какое-либо пожертвование. Очень хороший проект. Значит, в каком-то городе мира снимается квартира или дом, который становится домом для всех людей. Каждый человек может там пожить бесплатно, использовать дом как базу для исследования региона, для обнаружения друзей, других путешественников. И в целом обмениваться информацией, жить вместе. Это интересно. Такие дома возникают в городах, в заранее назначенных местах. Несколько домов возникают каждый год. Вот скоро в Улан-Баторе будет, например, с 3 июня. Весь июнь-июрь будет в Улан-Баторе. Летом ещё в Абакане будет дом. Зимой там на Шри-Ланке, потом в Непале будет. Ну, в разных местах. А главное условие – трезвость. Да. Понятно, что трезвый человек, он гораздо лучше относится к другим людям, чем пьяный человек. Поэтому лучше соблюдать правила дома. Поэтому трезвость – это основное правило всех домов. Путешественникам-новичкам Антон Кротов советует начинать с близлежащих маршрутов. Улан-Удэ, Иркутск, Благовещенск, Тында и Забайкалья. Потом можно постепенно увеличивать радиус до Монголии и Китая. Я слышал уже про Кротова и вот пришёл послушать вживую. Много нового услышал, как бы большая часть, наверное, вдохновения. Путешественник подчёркивает, самое главное – это желание. Ведь порой для первого шага не хватает совсем чуть-чуть. И делать его надо сейчас, в обозримом будущем, а не отправляться в путь, будучи на пенсии, вспоминая гордую молодость. Надо начать путешествовать, прочитать мою книгу «Практика вольных путешествий», изучить методы автостопа, других, принимать самим гостей у себя дома побольше, приносить пользу другим людям. Чем больше вы приносите людям добра, тем легче вам жить и путешествовать, независимо от того, что у вас есть в кошельке.